Совет иностранных инвесторов очень плотно работает с правительством по улучшению инвест-климата. Поднимаются вопросы по общему качеству привлекательности инвест-климата. Также очень конкретные вопросы по энергетике, по озеленению экономики, регуляции озеленения экономики, улучшению регуляции трудовой силы и так далее. Очень общенный круг вопросов. Но что немаловажно, что Совет иностранных инвесторов переходит в качестве нового ключа по содействию с правительством. Думаю, уже важно переходить только с обсуждения вопросов об инвест-климате на обсуждение вопросов, как иностранные инвесторы могут содействовать правительству, содействовать государству по улучшению общей конкретноспособности, общего роста, стратегии роста. Инвест-климат в Казахстане, конечно же, очень сильно улучшился за последние годы. То, что мы видим сейчас, это уже стало серьезно привлекательной страной для инвесторов. Много работы проделано. Наверное, не скромно говоря, что Совет иностранных инвесторов тоже свою роль сыграл, работая очень плотно над конкретными проблемами уже с начала 90-х лет. Так что сейчас мы видим Казахстан как страну, которая может и все больше привлекает инвесторов. Прошедший год был очень успешный для иностранных инвесторов. Ну, наверное, наш успех – это, в конце концов, успех Казахстана. Та работа, которая проделалась по улучшению инвест-климата в направлении особенной энергетики, зеленой энергетики. Напомню, что пленарное заседание в прошлом году как раз сфокусировалось на тему зеленой экономики. Она проходила во время Экспо. И те задачи, которые были поставлены главой государства, они действительно очень успешно выполнены. И инвесторы как в сфере зеленой экономики, так и в других сферах, я думаю, уже почувствовали плоды работы иностранных инвесторов. Вы знаете, с одной стороны, конечно, вся работа, которая делается по улучшению инвест-климата, она остается очень важной. Но сейчас мы живем в глобальном мире, и инвесторы, которые смотрят на возможности инвестиций, ну, как Казахстан, Центральную Азию, другие регионы, они уже фокусируются не только на инвесклимат, но и, конечно, на потенциал роста этих стран, конкурентоспособность этих стран, размер рынка и других похожих вопросов. Так что для Казахстана, я думаю, совместно с иностранными инвесторами, очень важно уже все больше фокусироваться не только на улучшении инвесклимата, но и на создание рычагов роста. Это такие вопросы, как вопросы по цифровизации, вопросы по интеграции Казахстана, как в региональную, так и в мировую экономику. И эти вопросы как раз и есть те, над которыми иностранные инвесторы могут помочь правительству, со своими знаниями, со своими навыками, технологиями и так далее. В текущем году иностранных инвесторов продолжат работу над инвесклиматом. Такие вопросы, как улучшение и создание нового закона по экологии. Очень много работы будет сфокусировано на создании среды для привлечения качественных навыков, улучшения навыков, привлечения рабочей силой. Но также тема канонного заседания в этом году – это модернизация Казахстана, ускоренная модернизация Казахстана. И я уверен, те предложения, которые сделают иностранные инвесторы, и которые будут также представлены, конечно же, главой государства, правительством, они даст очень сильную программу для нашей работы в следующем году. И, как я озвучил, я думаю, как раз модернизация, улучшение способностей сейчас является ключевым вопросом не только для Казахстана, но так и для иностранных инвесторов, которые в стране работают. И как раз платформа иностранных инвесторов, немаловажно она в себя включает инвесторов, которые проинвестировали уже больше 100 миллиардов долларов в экономику Казахстана, она дает возможность работать очень эффективно над этими вопросами. Вы знаете, я, наверное, могу часами рассказывать о той работе, которая проделана за эти годы, с начала 90-х, если мы помним, что после развала Советского Союза, после получения независимости Казахстана, работа только начиналась. И, конечно, было чрезвычайно важное и правильное решение главы государства в то время сфокусироваться на привлечении иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции – это не просто ресурсы, которые приходят в страну, это навыки, знания, которые эти компании накопили в других странах за многолетнюю свою работу. И, конечно же, с самого начала начинали приходить инвестиции, но очень важно было создавать климат, чтобы все больше инвестиций приходили, и приходили разные инвестиции. Понятно, Казахстан – это страна, у которой много натуральных ресурсов, нехоти других ископаемых, но также в Казахстане очень хорошие человеческие ресурсы. И вот создание инвест-климата, над которым как раз работал Совет иностранных инвесторов за все время, ну, конечно, заточено на то, чтобы привлекались деньги в экономике, навыки и не только в секторе недропользования, но и в других секторах. Но, конечно же, Совет иностранных инвесторов, надо не забывать, это не только иностранные инвесторы. В чем как раз плюсы Совет иностранных инвесторов, той платформы, которая создана в Казахстане, это что работа проводится очень плотно между правительством Казахстана и иностранными инвесторами. И как раз в совместной работе удается находить те решения, которые полезны и хороши не только для привлечения инвестиций, но и для Казахстана в общем. Ну, это, наверное, является ключевым поводом привлекать иностранные инвестиции. Ресурсы, деньги, которые используются на строительство, на улучшение, на разные инвестиции, это, конечно, очень важно. Но для Казахстана, чтобы стать конкурентоспособной страной, как раз нужны технологии и навыки. И иностранные компании, я думаю, очень успешно им удается переводить эти знания не только на свою работу, но и на более общую экономику Казахстана. Ну, как пример могу привести, если смотреть о наших больших компаниях недропользования. У них очень большая цепочка поставителей, компаний, которые с ними работают. Очень часто это малые и средние предприятия. И они тоже учатся, даже сами компании недропользования используют свои деньги для обучения этих компаний, для ведения новых процессов и так далее. Так что, что немаловажно, что не только сами компании приносят навыки и обучают, в том числе казахстанцев, которые работают в этих компаниях, но и навыки передаются другим компаниям, которые содействуют с иностранными инвесторами. И также в общем экономике. Я думаю, то, что мы видим, модернизацию по разным секторам, мне кажется, проводится очень успешно. Можно ли сделать больше? Конечно. И как раз, я думаю, спеклинарная сессия иностранных инвесторов в этом году даст новый толчок этой работы по модернизации, по привлечению лучших навыков и как раз заточено на то, чтобы навыки все больше и больше передавались в экономику в общем. Для реализации, наверное, очень важно качественно переходить на фокус только на инвесклимат, на то, чтобы все больше и больше работать над рычагами роста. И тут-то я как раз думаю, что Совет иностранных инвесторов сможет сыграть очень важную роль. Это компании, которые, повторюсь, и много проинвестировали, у которых есть глобальный опыт по всем странам. И они-то как раз и могут работать с правительством на такие стратегии, как 2025, цифровизации и, может быть, новые инициативы. Также использовать инициативу «Шелковые пути». И, я думаю, 2018-2019 год как раз, с моей точки зрения, будет ключевым для работы такого рода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!